здравствуйте дорогие друзья ну вот мы с вами встречаемся в очередной раз и будем продолжать наши разговоры о здоровье как нам быть и как нам жить в этом мире который к сожалению с каждым днем к нам расположен все хуже и хуже это касается и климата и погоды и то что того что мы пьем и того что мы едим с питьем становится все хуже и хуже с едой тоже вот надо как-то в этой ситуации нам с вами выживать и первый вопрос который всегда задают и когда который всегда возникает это как быть когда кишечник не очень работает кишечник не очень работает а это все равно что взять и в нашу собственную индивидуальную электростанцию подсыпать немножко мусора вместо нормального топлива вот так оно получается потому что обращаю ваше внимание на то что ведь наше самочувствие наша энергия наше умение работать и как-то существовать в этом мире справляясь со всеми проблемами и со всеми трудностями которые возникают на этом пути нужно иметь какую-то энергию а энергии становится все меньше и меньше у многих людей возникает вот ситуация которая получила название некоторое время назад синдром хронической усталости свое время люди с этим синдром справлялись так приходил к врачу наставился синдром хронического усталости как диагноз ну и говорили давайте кого-то вы подкормить себя немножко витаминчики нужны минералы нужны и соли нужны какие-то выписывали пищевые добавочки я помню как людям люди покупали пищевые добавки в которых находились капсулы с содержанием дрожжевых клеток потому что там витамин b витамин а витамин е целая куча витаминов и целая куча минералов и начинали принимать эти таблетки на какое-то время им становилось легче но стоило только от этих пищевых добавок отойти и вернуться к обычному своему режиму питания тут же возникали проблемы снова в чем же проблема то что же такое произошло а проблема заключается в том что скорее всего организм скорее всего стопроцентно утверждать нельзя потому что ну кто кто на это обращал внимание кто этим занимался только в последнее время пожалуй вот эта проблема проблема изменения биохимического цикла не стала проблемой стали искать причину почему этот самый биохимический цикл производства энергии у нас собственной собственной жизни она изменилась почему стало вопрос почему но можно всю жизнь сидеть на этих самых пищевых добавках но эти пищевые добавки извините не изменит нашу ситуацию почему и вот тогда-то и встал вопрос об очищении организма это та точка которая заставила так достаточно серьезно об этом думать а лё я слушаю а лё Алло. Алло, Анатолий Семенович. Да, да, слушаю вас. Анатолий Семенович. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Васильевич Никульченков, какой есть в Ордове, я третий раз вам звоню. С 12-го года я занимаюсь этой проблемой. Да. Очищением, удачей есть. Очень хорошо. Результаты есть. Хорошо. Сейчас я подошел к очищению, вот по три цикла, и хотел бы уточнить солянку холмовую, петрушку, корни лопуха, вот по три раза. А потом 7 дней пропиваю, потом сорбенты, я антрасогель перешел, потому что у меня гастрит. Так. Вот, 5 дней пью, и так три цикла. Вот, заваривать вот теплый, или я раньше копятком заваривал на 10 часов, правильно это или не знаю? Вы имеете ввиду солянку холмовую? Да. Солянку холмовую, петрушку и корни лопуха. Понятно. Я пропиваю 7 дней, и вот пил при том, как вот первые тогда, я помню, между 19 и 21 часом. Вот как пропить и как правильно заварить, потому что я как-то раз слышал, 40 градусным можно заваривать это, а не копятком. Да, вы знаете, что, давайте так, солянка холмовая и корень лопуха завариваются отдельно. О! Отдельно. По одной простой причине, чтобы получить вот то богатство, которое есть, ту помощь, которая есть в корне лопуха, его кипятить надо. Понимаете? Кипятить? Ага, я с кипятком завариваюсь. Не-не-нет-нет, его надо кипятить в чистом виде. Понимаете, а солянку холмовую можно заваривать как чай, кипяточком. Ага. Но можно двумя способами. Вот этот корень лопуха нужно раздробить, столовую ложку размолотого корня лопуха взять, положить в полулитровую кастрюльку, залить полулитром полулитра холодной воды, поставить на огонь, довести до кипения и 25 минут на очень маленьком огне кипятить. Так, чтобы вот никакого бурлёжа и такого активного кипения не было, а только так вот, как будто бы томилось. 25 минут минимум, 25-30 минут. После чего нужно эту кастрюльку или этот ковшик с огня снять и дать остыть. Не остужать, а дать остыть. Вот чтобы это естественным путём, естественным путём он остывал. Понятно? Так. Это вот первое. И дальше вы поступаете так. Взяли в термос на ночь, на ночь, в термос, положили столовую ложку солянки холмовой, столовую ложку. Я знаю эту норму, да. Да. Значит, и смотрите как. Вот этот отвар экстракта, отвар корня лопуха, который получили мы в результате, мы его не остужаем, если мы готовим вместе с солянкой холмовой. Если вместе готовим, мы его до конца не остужаем. А вот, скажем, он где-то вот при температуре 40 градусов, 40-41, вот в этом пределе. Да, вот остыл этот отвар корня лопуха. Мы берём термос, в термос уже положили столовую ложку солянки холмовой, заливаем туда отвар корня лопуха горячий, не кипяток, горячий, градусов 40. И оставляем на ночь, вот на те самые 10 часов. И вот этим раствором петрушка напитается, да? Не петрушка, а солянка холмовая. А солянка холмовая с корнями нельзя вместе вот кипятить? Вот вместе кипятить нельзя. Ага, вот как. Понимаете, когда вы солянку холмовую начинаете кипятить, от неё вы разрушаете всё, что там есть. Да, да, да. Вот я что и пришёл к вам. Понимаете, Владимир Васильевич, именно поэтому я и сказал, что кипятится только корень лопуха. 25-30 минут потомился, сняли, положили в термос столовую ложку солянки холмовой, и залили стаканом, стаканом этого отвара корня лопуха. И оставили на ночь уточком, отсидили, вот этот вот состав вы уже пьёте. Это понятно? А петрушка туда тоже добавляемая, да? Петрушку вообще лучше использовать отдельно. Да. Отдельно, понимаете, потому что... Ну, я рассчитаю, я в двухлитровом термосе завариваю. Я понял, объём я подгоню, конечно, а петрушку отдельно, а пить как вот потом всё вместе... С петрушкой, с петрушкой, с петрушкой лучше поступать так. Да. Вы берёте столовую ложку петрушки, ну, свежая если, свежая, мелко нарезанная. Да, да, сушёная. Сушёная чайную ложку сверху. Кладёте в стаканчик и заливаете кипяточком. И поставили под крышечку. Завариваете как чай. Ну, вот 20 минут, 20-25 минут он должен постоять под крышечкой. И прямо в тёплом виде вы пьёте. Я вам советую петрушку, пожалуйста, не надо принимать, выпивать с едой, а после еды, между едой. Да, да. Между едой. Или за 30-40 минут до еды, или через 30-40 минут петрушку после еды. Это очень важно. Очень важно. С тем, чтобы вот тот баланс микроэлементов, которые вам очень нужны, я имею в виду калий и магний, они хорошо усваивались. Это первое. Во-вторых, чтобы петрушка, попав к нам в организм, сделала своё дело. То есть, вот я напомню, мы с вами говорим о том всегда, о том, что петрушка – это такой своеобразный санитар мочевыводящих путей. И когда вы эту петрушечку выпили, вы после еды, не вмешавшись в процесс пищеварения, да, она проходит через желудочно-кишечный тракт и стимулирует мочеотделение. Понимаете, почему через буквально там какое-то время вы пойдёте, сходите в туалет? Понятно? Вот с петрушкой это всё понятно. Как пить? Я буду пить, допустим, между завтраком и обедом, и после обеда между этим. Да. После еды часа, час-полтора-два. А вот корень лопуха, как в какое время пить? И совместно, или... Вы имеете в виду солянку холмовую с корнем лопуха, правильно? Да, да. Вот его, пожалуйста, вот этот вот, ну, своеобразный такой экстракт, вы должны пить, вы должны принимать за, ну, 10-15 минут до еды. До еды. До еды. Да. И тоже вот эти два раза или три раза, как там там. Значит, в зависимости от вашего состояния, для чего вы принимаете и петрушку, и... Я вот прошло полгода и делаю очищение, три цикла делаю я. Понятно, вы делаете очищение сорбентами, вы используете что, энтеросгель? Да, потом, я вот этот пропил, я 7-8 дней, там получается... Я понимаю, я понимаю, Владимир Васильевич, не тратьте время. Значит, смотрите, тогда, когда вы это делаете между циклами сорбции, то есть вы вот 7 дней пропили сорбенты, а после этого у вас 10-дневный перерыв, сделайте 10-дневный перерыв на пользу. И вот в это время вы принимаете так, солянку холмовую с отваром корня лопуха, вы принимаете три раза в день. Так, так, раза в день. Да, а петрушку, петрушку, вы принимаете два раза. А петрушка два раза. Ну, только, пожалуйста, вы сказали, через полтора-два часа после еды. Нет, это сорбент, принимается через полтора-два часа. А петрушку вы должны выпить минут через 40, самое большее. С тем, чтобы она не попала под действие сорбента. Понятно? Ну, это я вот пропиваю вот 7 дней, вот 8 дней, вот эту солянку, петрушку, корень, а потом я сорбенты 5 дней пью, делаю отдых, и опять так же от себя это... Подкармливаю, поддерживаю. Вот получается, у вас активная фаза поддержки себя, солянки холмовую и прочим-прочим, между циклами сорбентов. Понимаете? Потому что тогда, когда мы принимаем сорбенты, нам очень важно убрать накопленное. Именно поэтому мы с вами три цикла делаем таких. Накопленное. Да, я вот, я еще, тем более я пролечился, там эти горстями, как вы говорите, пьем эти таблетки, немножко печенку, очки почистить, кишечник так неплохо, у меня стул прекрасный, я вот после как с 12-го года вашими занимаюсь нормально, вот. Потом я вот сейчас после этого дней 20 отдохну, начну принимать солевые ванны, потом давление залмановские, желтые я принимаю, там это, и все такое. Правильно, да? Да, правильно, все правильно, все правильно. Только смотрите, надо точно соблюсти этот режим. Вот вы проводите очищение сорбентами, да, принимаете энтеросгель, скажем, 5 дней или 7 дней, неважно. Делаете перерыв, и вот в этот перерыв вы помогаете собственному организму подготовить к сбросу то, что накопили. То, что накопили. Вот тут три раза солянка холмовая, которая держит вам печеночку, поддерживает желудочно-кишечный тракт, поддерживает поджелудочную, понятно, да? И лопу. Ага, из этого я вот забыл. И после солянки холмовой, ой, это, энтеросогеля я принимаю магний. Магний, стакан утром натощак, утром стул я, у меня нормальный, я регулярно сходил, солянку холмую, стакан выпил, сделал выдержку, потом отрубя заделал это, мед ложечку, лимоновый сок туда выдавил, вот, ну, 5-4 ложки отрубей, заварил. Через 3 часа я воду, ничего не пью, съедаю это дело, выдержался, и через 6 часов еще сульфат магний, и воду, и кашку, льдяное масло я постоянно принимаю. То есть вы делаете 2 раза в день, принимаете сульфат магния? Да, и все, и потом отдыхаю 5-7 дней, и опять этот цикл продолжает. Ну, пожалуйста, это вы придумали себе свой собственный режим, и очень хорошо, очень хорошо, у вас проблем как бы не должно быть, самое главное, что вы сами для себя сообразили свой собственный режим, вот это главное. Да, спасибо, дай Бог вам здоровья, все хорошо. Ну, тогда удачи. Удачи, спасибо. Удачи, Владимир Васильевич, ну, а я продолжу наши с вами беседы, жду следующего звонка, как только он будет, я готов отвечать на ваши вопросы. Вы знаете, что вот для того, чтобы хотя бы вот до такого состояния дойти, как Владимир Васильевич, то есть себя немножко поднять, поднять, чтобы силы появились. Вот я начал сегодняшнюю передачу с синдрома хронической усталости и о том, что предлагали биологически активными добавками эту проблему убирать. Нельзя ее убрать биологически активными добавками без одного очень важного элемента нашей жизни, очень важного элемента. Дело все в том, что я уже, по-моему, как-то об этом говорил, но это не очень укладывается у людей в голове о том, что проблема-то не в том, чтобы в себя чего-то засунуть, а проблема в том, как из себя это вот лишнее засунутое убрать, вот это самое главное. Я слушаю, алло. Алло. Я Валентина Игнатьевна. Да, Валентина Игнатьевна. Алло. Да, да. Вы меня слышите? Я слышу вас. Город Владивосток. Да. Меня беспокоит мышечная слабость ниже пояса. Я не могу подняться ногами выше 20 сантиметров. Не могу подняться в автобус. Я подтягиваюсь, как на штанге, но руками. И только так я могу подняться на ступеньку автобуса. А что у вас произошло? Сейчас, Валентина Игнатьевна, извините. А что произошло с вами? С ногами? Это симптом какого-то заболевания, я не знаю. Какого? Я врач. Я считаю, что у меня миопатия. У меня гепатериоз. У меня запоры. У меня трудности с мочеиспусканием. Я состою на учёте у онколога с 85-го года. У онколога... У онколога... Валентина Игнатьевна. Мастер-токтомия в 85-м, без химии, без лучевой. И у меня ещё узловая меланома области виска операции в 2009-м году. Да, стоит стенд в сердце. Я принимаю по поводу стендопрепараты, по поводу гипертонии, по поводу... Принимаю ещё от давления и не сплю 33 года. Ой, боже мой. Принимаю феназепам 33 года и плачевин периодически. Понятно. Валентина Игнатьевна, я позволю себе задать вам несколько вопросов. Да. Ладно? Пока у нас не наступил перерыв. Хорошо? Ну, пожалуйста. Валентина Игнатьевна, первый вопрос, пожалуйста, поточнее. Ответьте мне. Когда вам проводили операции? По поводу мастер... Операция, мастер-эктомия, радикальная мастер-эктомия. Да. Убрали всё, остались только ребра. Без химии, без лучевой терапии. Валентина Игнатьевна, я понял. Ранняя стадия. Валентина Игнатьевна. Валентина Игнатьевна, я понял, что с вами произошло, простите. Я просто немножко тороплюсь для того, чтобы успеть задать вам вопросы какие-то, на которые вы ответите. Пожалуйста, если можно, покороче. Я понял вашу ситуацию. Скажите, когда вам делали операции? И по поводу мастер-эктомии... В 1985 году. Я понял. Я понял. Вы мне скажите, пожалуйста, анестезию делали вам какую? Какую проводили анестезию? Я была под наркозом 8 часов. Сначала мастер-эктомия, через 2 месяца гистер-эктомия, 4 часа наркоз. 8 часов под наркозом. Всё понятно. Наркоз 8 часов. Пожалуйста, значит, обезболивание через позвоночник не проводилось? Нет, нет. На позвоночнике не проводилось? Нет, но на позвоночнике я сделала эту МРТ. У меня заключение есть только от 12-го года. Неважно. Что написано в заключении? В заключении написано выраженный дисцит L5-S1, протрузия дисков L1-2, L3-4, L4-5, L5-S1, стандильоз L5-S1, стандильоз T12-L1, L4-5 сегментов, фронтальный стеноз позвоночного канала на уровне L3-S1 сегментов. Валентина Игнатьевна, я вас понял. Только, пожалуйста, вот теперь послушайте меня. У нас через 40 минут будет перерыв на рекламу. Канал уходит. Не уходите из телефона, потому что после перерыва мы с вами продолжим разговор. Хорошо? Телефон мне держать открытым. Да, телефон держите, он бесплатный, поэтому, пожалуйста, вы деньги не будете тратить. Да, спасибо. Договорились? Вот, пожалуйста, сейчас ситуация такая, которую мы должны обсудить с Валентиной Игнатьевной. Как нам быть после такого рода вмешательства и что нам в этой ситуации делать? Попробуем обсудить.